Глава одиннадцатая «Опять?» Голос Елены был полон нешуточного возмущения. «Опять ты выпроводил меня, а сам остался там один. Я чуть не умерла от страха за тебя». «Почему?» – удивился я. «Ты же видела, что я всё время был рядом с выходом из ущелья». «Отсюда ничего не видно!» И оглянулся. Действительно, разглядеть, что происходит за тотемными столбами, стоявшими у границы инстанса, было нельзя. Угадывались только мутные очертания прохода, перекрытые тёмной переливающейся пеленой. И всё. «Эх, Лена, Лена, я же бессмертный!» – сказал я, и, обойдя девушку, направился в сторону шамана, сидевшего возле своего жилища. «Когда ты уже перестанешь об этом забывать?» «Пойдём. Вон гоблин в нашу сторону пялится. Как бы не обиделся на таких невоспитанных гостей. Тебе надо было сразу к нему идти, хотя бы поздороваться для приличия». Долина, приютившаяся среди высоких гор, выглядела уютно и мирно. Я шёл по ней и всё больше начинал понимать отшельника, решившего бросить мир и уединиться в этом райском уголке. Здесь было всё, что нужно, чтобы, как говорится, спокойно встретить старость. Чистый горный воздух, сосновый бор, занимавший не больше трети долины, ручьи с прозрачной водой, весело сбегающие с гор и впадающие в маленькое, почти правильной круглой формы озеро, и пение птиц, и аромат цветов. «Ой, я совсем про него забыла». И тотемы. Много, много, много тотемов, установленных по всей долине. Шалаш отшельника, а никак по-другому назвать это простенькое сооружение, язык не поднимался, располагался в ста с лишним метрах от выхода из ущелья, на границе небольшого соснового леса и равнинной части долины. Рядом с шалашом раскинулся небольшой ухоженный огородик, на котором буйным цветом колосилась всякая плодово-ягодная растительность. Тыквы, к примеру. Или тыквы не колосятся? Неважно. Важно то, что эти тыквы, огромные оранжевые шары, с своими размерами превышали гоблина, к которому мы как раз подошли. «Мое почтение, уважаемый!» — сказал я и открыл инфу шамана. Грынь-ойгу-рырк. Громовой раскат. Раса гоблин. Уровень 401. Класс шаман. Статус грандмастер. Сила — 70. Ловкость — 90. Интеллект — 5000. Мудрость — 600. Выносливость — 50. И еще кое-что оставалось открытым в его сведениях. Информация о профессиях. Отшельник был грандмастером-чародеем и заклинателем. Почти как я. Может, это поможет найти общий язык? Я вспомнил свою попытку найти на базе одинаковых профессий общий язык с ведьмой Летой и поморшился. Нет уж, еще раз по этому пути мы не пойдем. Гоблин никак не отреагировал на мое приветствие. Только пыхнул своей длинной трубкой, выпустив облачкой сезого дыма. И так же молча, как и до этого, продолжил пялиться на меня, уперев свой взгляд куда-то в район моего солнечного сплетения. Долгие лета, мастер Грынь. Шаман скосил глаза чуть в сторону и слегка двинул головой. Надо полагать, это был его ответный реверанс на приветствие Елены. А меня даже такой мелочи не удостоил зеленый шкет. Какой у него, однако, важный вид. Как это ему удается при таких крохотных размерах создавать впечатление такой надменности? Ростом ниже моего пояса. Недомерок. А ведет себя, как будто повелитель вселенной. Тоже мне магистр Иода выискался. А ведь похож. И размерами, и ушами. Только нос у этого гоблина подкачал. Свешивается с лица перезрелым баклажаном. А силенок-то у него просто смех один. Всего 70 единиц в силе. А с его выносливостью, у него здоровью всего сгулькин нос. Соплей перешипеть можно. Худой, зеленый, с сизым носом. Я когда-то таких гоблинов пачками валил, когда они толпами на нас набрасывались в степях сарака. Взмахнул мечом улица, двинул щитом просека. Так и хочется по старой привычке взять этого надменного замороша за шкирку и как следует встряхнуть. Только интеллект его немного смущает. Уж больно крут. И еще статус грандмастера. И скрытое сведение в его инфе. Кто его знает, что там может таиться? А может там ничего и нет? Может все-таки встряхнуть его? Дать пинка-недомерку? Получить вежливости? Неплохо было бы, но... Интеллект... Я повернул голову в одну сторону, в другую, пробежался взглядом по окрестностям. Тотемы, тотемы, тотемы. В таком окружении связываться с шаманом просто глупо. Придется самому демонстрировать вежливость, брать его высокой культурой, изысканными манерами, элитным образованием и классическим воспитанием. Где бы только все это взять? Я перевел взгляд на гоблина и вздрогнул, встретившись с его глазами. И без всяких тотемов желание взять гоблина за шкирку резко пропало. Такая сила, такая мощь чувствовалась во взгляде этого заморыша, что захотелось бы излево поежиться. Да и его головной убор, сделанный из длинных птичьих перьев на манер головных уборов североамериканских индейцев, не спадающий до самой земли и еще около метра за ней вьющийся, вызывал обоснованную опаску. Таких длинных головных уборов у шаманов я раньше и не видел никогда. Зато знал, что чем он длиннее, тем сильнее носящий его шаман, и тем выше он стоит в иерархии священнослужителей гоблинов. Этот недомерок так вообще, наверное, на самую вершину забрался. «Колдунья Лето вам привет просила передать, а еще к гостинце, что она сама специально для вас сделала», сказал я и выложил из рюкзака на траву перед гоблином мешок, забитый эликсирами. «В этот мешок таких, как гоблин, с десяток поместится, еще место останется». Рядом с первым мешком на траву опустился еще один такой же. Это Елена выложила свою часть гостинцев для шамана. Гоблин не шелохнулся, сидел все так же молча, только зрачки быстро метнулись к уголкам глаз и вернулись на место. Да, как-то не вяжется наш разговор с Леттиным знакомцем. А еще она просила вам пирожки передать, сама их напекла. Я достал из рюкзака небольшой узелок с выпечкой и задумался, куда бы его положить. На этот раз гоблин отреагировал. Он протянул к котомке руку. Требовательно. Я послушно сделал шаг вперед, протиснувшись между двумя набитыми эликсирами-мешками, и передал ему узелок. Шаман ухватил его своими цепкими пальцами, отложил в сторону трубку, дымок из которого сразу же перестал виться, развязал котомку, и, достав первый попавшийся пирожок, сразу же откусил от него почти половину и с довольным видом заживал. Луковый. Физиономия гоблина расплылась в улыбке. Мой любимый. Я задумчиво почесал лысину. Гоблины все не отличаются особой красотой. А этот так просто урод, особенно когда улыбается. И что лето в нем нашла? Она сама Рустам не намного ниже меня. Он ей по пояс будет. Пусть и ведьма, и недородная, скорее стройная. Но в ее талии, таких как этот Гриня, пучок поместится. Заморж одно слово. А уж лицо... Брррр. Моя физиономия и то краше. По крайней мере, у меня нет такого сизого, как баклажан носа. И такого же размера. Да еще и свисающего с лица, как... Как баклажан. Права, ведьма, лето. Ох, права. Любовь, зла. Полюбишь и... Гриню. Вот единственное, чего мне не хватает в этой долине, лич, так и это летиных пирожков. Прошамкал гоблин набитым ртом. Надо будет наведаться к ней. Соскучился я. Да и детишек повидать. Посмотреть, как они там без строгого отцовского пригляда поживают. Я глазом не успел моргнуть, как этот проглот вслед за одним пирожком умял еще парочку. Смотрел он на меня уже потеплевшим взглядом. Порадовал ты меня, Эвери. Порадовал. Ничего не могу сказать. Два огромных мешка с зелиями, лежавшие перед гоблином, вдруг поднялись в воздух и медленно поплыли в сторону его лачуги. Телекинез? Но как? Откуда? Откуда у гоблина магия разума? Духи, пояснил мне шаман, заметив мой удивленный взгляд. Духи? Час от часу не легче. Духи бесплотны. В этом мире привидения и призраки имеют плоть, и их можно потрогать, убить мечом или другим предметом. А духи нематериальны. Они действительно за гранью, потусторонние, нет у них плоти. И воздействовать на материальные предметы своей энергетикой могут только самые сильные из них. Какова же тогда мощь самого шамана, если у него сильнейшие духи на посылках? Как та золотая рыбка у владычицы морской. Вы выполнили задание «Гостинца для отшельника». Вы получили награду плюс 20 единиц к любой из основных характеристик. Фух, хвала богам, дело сдвинулось с мёртвой точки. Вот что значит вести дела на сытый желудок. Теперь подобревший гоблин и в другом деле мне должен помочь. Пока шаман, решив расправиться с другими пирожками, зарылся в котомке в поисках чего-нибудь повкуснее, я быстро распределил все полученные статы в интеллект. Елена, судя по её сосредоточенному виду, тоже ушла в себя. Интересно, в какую характеристику она бросает свободные статы? Надо будет потом поинтересоваться этим. А пока перейдём к главному вопросу. «Мастер Грейн», — обратился я к шаману. «Лето рассказывало, что вы можете ставить на уникальные предметы всего один модификатор, очень сильный». «Могу». Уплетая за обе щеки очередной пирожок, ответил гоблин. «А можете мне на посох поставить такой мод? У меня как раз с собой заготовка уникального посоха оказалась, совершенно случайно». «Не могу». Лаконичный гоблин опять с головой зарылся в котомку, что-то там выискивая. «О, яблочный!» — радостно воскликнул он, держа в руке перед собой словно священную реликвию очередное изделие ведьмы Леты. «Это я тоже люблю». И он вновь заработал челюстями. «Мешать лук и яблоко? Фу!» «Мастер Грейн, а почему нет? Вы же чародей, грандмастер». «Ну так что, что, чародей!» «Я понимаю, только мне не легче от моего понимания. Как же мне его уговорить?» Я опустился перед жующим гоблином на корточки и доверительно заговорил. «Профессия чародея выгодная. На таких заказах, как мой, можно много золота заработать. Я готов щедро оплатить ваши услуги». «Я же сказал, нет, значит нет». «Равнодушно ответил гоблин». «Думаешь, я в эту глушь уединился для того, чтобы корпеть над модификаторами?» «Вот только этого мне еще не хватало. Не занимаюсь я ни чарами, ни заклинаниями. И не собираюсь этим заниматься. Да и времени у меня на это нет. Я созерцаю мир. Сливаю свое «я» с эфиром. И ты знаешь, Эвери, много нового для себя открываю». «Понятно. С сожалению, сказал я. Кришнаид какой-то мне попался. Дзен-буддист. Созерцатель мира. В общем, облом. По глазам гоблина я видел, что уговаривать его бесполезно. И ведь никак его не заставишь. Скала. И эту скалу мне не своротить. Эх, и у Елены лицо изуродовано. Так бы она быстро его охмурила. Гном не устоял перед ней, а гоблин тем более не устоит. Чтобы еще придумать, чем заинтересовать гоблина. Припомнить какую-нибудь фишку, преподнести ему ее, как сакральную мантру от кришнаидов моего мира. Нечто вроде «Омма-ни-па-дме-хум». Дескать, это откровение свыше. Пустить пыль в глаза. А что? Может, номер вполне может пройти. Другого все равно ничего нет. Мастер Гринь, нам очень надо. Произнесла Елена спокойно и как-то буднично. Даже сухо. Без всякого нажима. Без всякого просительного тона. Без всяких нежностей телячьих. Я чуть не поперхнулся от такой простоты. Закрыл глаза и внутренне помуршился. Но кто так делает? Ты же так все испортишь только. Сегодня явно не мой день. Хотя, с другой стороны, жаловаться мне грех. 20 единиц к интеллекту – это не хухры-мухры. В конечном итоге они выливаются в 80 единиц, за 50 из которых я получу бонус. Да уже только из-за одной этой награды имело смысл переться в такую даль и тратить на это целую неделю. А про свое одиночество, шаман, ты можешь забыть. О квесте Ведьмы Леты узнали Бонни и Клайд, иначе они просто не поперлись бы в ущелье. Они загонщики, у них другие задачи. Они на прохождение инстансов не отвлекаются, если, конечно, эти инстансы не стоят того, чтобы на них отвлечься. А если про квест Леты знают Бонни и Клайд, то об этом узнает и Карамболь, глава Эдельвейса. А узнает Карамболь, узнают и другие члены клана. Узнают другие члены клана, узнают и другие кланы. Скорее всего. Может, Эдельвейсам и удастся удержать эту тайну в пределах своего клана. Но я в этом очень сильно сомневаюсь. Ни за что не поверю, что у ведущих кланов Битвы Богов нет осведомителей в одном из сильнейших кланов наемников. Быть такого не может. Так что, мастер Рырк Громовой Раскат, забудьте о своем одиночестве. От награды в виде 20 свободных статов к основным характеристикам никто не откажется. Да тут война начнется за установление контроля над входом в ущелье. В конце концов, сильнейшие кланы договорятся, поделят эту поляну и потекут два ручейка. Один ручеек золотой в карманы этих кланов, а другой ручеек из бессмертных в эту долину. Кончилась твоя уютная и беззаботная жизнь, отшельник. Эээ, девица-красавица, ты что это красоту свою под тряпкой прячешь? Услышал я голос шамана. Ты случайно не скрида? Это только там человеческие женщины свои лица под вуалю прячут. Чтобы, не дай боги, кто из чужих самцов их не увидел. Или этот дружок твой? Гоблин кивнул на меня. Тебя заставил. От жадности. Чтобы только он мог любоваться твоей красотой. А, девица? Елена ничего не ответила. Только оцепила вуаль, предоставив на всеобщее обозрение свое обезображенное лицо. Встала напротив шамана метров в двух от него и спокойно взглянула ему в глаза. Шаман молчал примерно минуту. Потом протянул руку в сторону, взял свою длинную трубку и сунул ее в рот. Из трубки тут же пошел сизый дымок. Сделав несколько глубоких затяжек, гоблин сказал. Кадавр. От его яда спасения нет. Если ты, конечно, не бессмертный. Да и бессмертного, как это не смешно звучит, только смерть излечит от ран, нанесенных ядом кадавра. Шаман опять надолго замолчал. А я про себя согласился с его словами. Лицо у симпатяшки Бонни тоже было все в язвах. Кожа на щеках висела кусками. Волосы как будто корова языком слезнула. Вместе с ушами. Но она погибла и возродится вновь красавицей. Я встал рядом с Еленой и обнял ее за плечи, прижав к себе. Так мы и стояли напротив маленького, как-то вдруг сразу погрустневшего шамана, и смотрели на него. А он уставился куда-то поверх наших голов, задумчиво глядя вдаль. «Говоришь, много денег дашь мне?» Заговорил наконец-то гоблин. «А зачем они мне здесь? Деньги мне не нужны». «Ага, я внутренне напрягся». Наклевывается квест. «Или я ничего не понимаю в этих прелюдиях неписей». Когда они вот так издалека начинают разговор, он всегда заканчивается каким-нибудь заданием. «Мастер Гринь, я готов помочь вам в любом деле, решить любую вашу проблему», — с жаром произнес я. «Крысы!» Бросил одно слово шаман. «О нет, только не крысы. Неужели мне опять придется часами убивать этих наглых и вездесущих грызунов?» Я вспомнил годы, десятилетия, столетия, тысячелетия, проведенные мною в подземельях за истреблением крыс, и мне поплохело. «Только не это. Что угодно, только не крысы. Не надо мне ничего, никаких наград не хочу. Избавьте только меня от вида крыс». «Мастер Гринь, вы только скажите, где они, и я растерзаю их всех. Я уничтожу столько крыс, сколько только может понадобиться». Ударил я себя в грудь кулаком. «Одну». «Что?» Переспросил я, с недоумением уставившись на гоблина. «О чем это он? Убить одну крысу? Не может такого быть, чтобы понадобилось убить всего одну крысу». «Надо убить одну крысу. Мне нужен ее хвост». «Один?» – уточнил я, еще больше удивившись. «Всего один крысиный хвост?» «Да, всего один крысиный хвост», – ответил шаман. «В моей долине завелись крысы. Не знаю, откуда они взялись, но уходить отсюда они явно не желают. Иногда мне кажется, что их становится с каждым днем все больше и больше. Мне надоело это. Надоело гонять их. Я хочу изгнать их из моей долины раз и навсегда. А для этого нужен специальный тотем. А для создания тотема мне нужен крысиный хвост». «Всего один крысиный хвост. Надо убить всего одну крысу. О, боги! Если счастье есть на этом свете, то это оно. Не надо сутками бродить по подземкам и охотиться на полчища крыс». Я чуть не рассмеялся от радости. Не удержался и громко пропел слышанные мною когда-то давным-давно слова из одной старинной песни, сейчас вдруг пришедшие на ум. «Если есть на свете чудные мгновения, я сразу понял, это именно оно». Елена тихо рассмеялась, натянула вуаль и сделала шаг в сторону. Приняла вид человека, сделавшего свое дело, причем хорошо сделавшего. И стала терпеливо дожидаться окончания нашей беседы. «Это, наверное, какая-то особенная крыса?» — спросила я шамана, понимая, что в таком задании не может не быть подвуха. «Крысиный король». «Крысиный король?» «Да, крысиный король». «То есть вам, мастер Гринь, нужен всего-навсего хвост крысиного короля?» «Один». «Один и больше ничего», — решил уточнить максимально подробно я. «Да, всего один хвост крысиного короля», — подтвердил шаман. «И никаких других условий?» «Никаких». «Внимание, вам доступно задание «Хвост крысиного короля». Принесите отшельнику, грандмастеру Гринь-Ойгу-Рырку «Хвост крысиного короля». Награда «Моральное удовлетворение от хорошо выполненной работы». «Желаете принять задание?» «Да?» «Нет?» Я задумался. «Квестов, так или иначе связанных с профессией квестодателя, много. Но вот такой, когда вместо того, чтобы просто и элементарно продать свою продукцию или услугу, дают задание, я встречаю впервые». Елена сделала шаг ко мне, привстала на цыпочки и, наклонившись к моему уху, тихо зашептала, обдав меня горячим дыханием. «Я знаю, где живет крысиный король». «Да», — удивился я ее поведению. «И где же?» «В подземельях под городом короля». «Сегодня что, день сплошных сюрпризов?» Я с еще большим удивлением посмотрел на девушку. «В канализации?» «Нет, что ты, глубже. Еще ниже канализации есть подземелье». «Это что, ваш город в честь этого крысиного короля так назвали?» «Нет, что ты», — опять прыснула в кулачок Елена. «Наш король сам когда-то пострадал от волшбы крысиного короля в детстве. Крысы превратили его в деревянного мальчика». «Я почесал лысину. Посмотрел условия квеста, так и висевшего в окошке передо мной. Никаких дополнительных условий, никаких оговорок. Просто пронести рырку хвост крысиного короля. И все. Впервые в этой своей реинкарнации встречаю настолько легкое задание. Наверное, крысы действительно сильно достали Гоблина. Настолько, что он готов отступиться от своих привычек, от своего стиля жизни, от тихого и спокойного уединения и опять заняться чародейством. Награда за квест, правда, довольно странная. Никогда раньше такой не видел. Скажем честно, награда никакая. Все равно, что и нет этой награды. Но мне она и не нужна. «Мастер Рырк, вы поставите моды на мои уникальные вещи?» Задал я прямой вопрос. «А много их у тебя?» Кряхтя, словно какой-то старик, спросил Гоблин. «Одна заготовка посоха и четыре заготовки кинжалов». Гоблин задумчиво пошмякал губами, бросил быстрый взгляд в сторону Елены, подумал-подумал и сказал. «Сделаю, но только на этот раз», — строго сказал он. «Всего один раз». Он опять бросил быстрый взгляд в сторону Елены и тихо добавил. «Наверное». «Я согласен». «Вы приняли задание «Хвост крысиного короля». «Вам необходимо принести хвост крысиного короля Грандмастеру Рырку, отшельнику, что живет в долине в горах». «Только хочу предупредить тебя о кое-чем», — сказал Грандмастер-чародей. «Что? «Как? Сейчас?» «Предупредить?» «Только сейчас?» «После того, как я принял задание». «Невыгодное это дело — ставить всего один мод на унике». Я опешил. «Как такое может быть? Что он несет?» «Почему?» Гоблин подумал несколько секунд, а потом задал мне вопрос. «Но вот скажи, сколько всего модов ставится на заготовку уникальной вещи?» «Семь». Я пожал плечами. «Это все знают. К чему эти глупые вопросы?» «Правильно», — согласился чародей. «А вот, к примеру, если каждый из модов будет увеличивать одну и ту же характеристику, допустим, на десять единиц, то какое в сумме будет улучшение?» «На семьдесят единиц», — опять в полном недоумении ответил я. «Куда он клонит?» «Вот!» Гоблин торжествующе поднял вверх указательный палец. «А если ставить всего один мод, то он будет всего в половину от этой величины». Гоблин посмотрел на меня, ожидая моей реакции, а я лихорадочно перебирал в уме варианты. «Или процентов шестьдесят, если модификатор профильный», — продолжил вещать шаман, не дождавшись моей реакции. «Ну и всякими ухищрениями можно довести мод до восьмидесяти процентов, но это уж очень вряд ли». Как ни крутил у себя в голове цифры, я с завидным упорством приходил все время к одному и тому же выводу. «Сто процентов — это по-любому больше пятидесяти. Математика — мать ее». «А что, мастер Рырк, на уник можно поставить семь модов на одну и ту же характеристику?» Затаив дыхание, спросил я. «О, чудо чудное, случись! Боги, вы же милостивы и щедры, сделайте мне такой подарок». «Нет», — отрезал чародей. «Только два одинаковых мода может быть на одном предмете, и один из них всегда будет меньше другого». «Да, чудо чудного не случилось». «Так что давай сюда посох, лич. Но прежде подумай хорошенько, какой мод ты хочешь на него установить». «Мана. Мне нужна мана. Сколько можно сидеть на эликах? Глотаю их чуть ли не после каждого десятого заклинания. Так и пристраститься к этому делу можно. Один крутой мод на ману, пусть даже в семьдесят процентов от максимума, да даже ополовиненный, неплохо увеличит мои запасы маны. По моим прикидкам, вдвое». «Модификатор на интеллект», — через несколько секунд ответил я. «Сила магии для меня важнее. Мне с целым племенем циклопов придется биться не сегодня, так завтра. Я из Кенавы сбежал, не доделав задание, только потому, что мне силы магии не хватало. Мама она подождет. Посижу еще некоторое время на эликах». «Интеллект — это профильный модификатор для посохов», — согласно покивал гоблин. «Сделаю. Шестьдесят процентов получится. Покумекую как следует, и все семьдесят вытяну. Если уж решил взяться за это дело, то надо делать его хорошо, максимально качественно». «Да он, похоже, перфекционист. Повезло мне». «А как?» — вырвалось у меня. «Как это можно сделать? На больший процент выйти?» «Через ограничения, а ниже требования», — ответил шаман. «Чем больше требований на предмете, и чем они выше, тем выше и модификатор. Вот, например, поставлю на посох требование, чтобы его использовать можно было, только имея десять единиц в силе, еще один процент к моду прибавлю. А поставлю требование на пятьдесят единиц силы, и мод смогу не на один процент поднять, а на три. Вы уж постарайтесь, лепите все ограничения, какие только есть». «Ты погоди, не гони волков», — рассердился гоблин. «Не так все просто в этом деле. Налепить ограничений можно сколько угодно, только смысла в этом нет никакого. Не всякое ограничение ведет к усилению модификаторов. Это у алхимиков все просто. Взял рецепт, ингредиенты, тяп-ляп, смешал все, и получил зелье или эликсир. А у нас, чародеев, думать надо. Высчитывать. Давай свои кинжалы и говори, какой мод на них ставить хочешь». Я вынул из рюкзака и положил на траву перед гоблином рядом с посохом четыре мифриловых кинжала. «Вот на эти два...» Я пододвинул пару кинжалов чуть ближе к гоблину. «Мне нужен модификатор на силу». Гоблин кивнул. «Сила — профильный мод для кинжалов. Хорошо на них ложится. Не так хорошо, как ловкость, но тоже очень и очень неплохо. И мифрил — это тоже очень хорошо. Мод еще сильнее будет». «И сколько примерно получится?» Спросил я, и, затаив дыхание, стал дожидаться ответа чародея. Тот почесал подбородок, закатил глаза, задумчиво что-то высчитывая в уме, а потом посмотрел на меня и спросил. «Уровень какой нужен?» «Имей в виду, чем выше уровень, тем сильнее модификаторы». Тут-то уже задумался я. Сила нужна мне уже сейчас. Она вообще мне была нужна с самого моего появления в этом мире. Так что логично будет указать мой нынешний уровень — 71-й. Но до сотого уровня осталось всего ничего. Я потрачу на его достижение неделю, максимум две. Так может, стоит потерпеть, подождать это время? Тем более шаман говорит, что моды сильнее будут». «На сотый уровень», — ответил я. «И посох тоже на сотый. И вот эти два кинжала тоже на сотый уровень. На них поставьте, пожалуйста, мод на интеллект». Гоблин пожевал свои губы, произнес, нахмурившись. «Интеллект — абсолютно непрофильный мод для кинжалов. Совсем мало выйдет». «Сколько?» Гоблин опять несколько секунд просидел с закрытыми глазами и задумчивым видом потом сказал. «На сотый уровень. Как раз сто единиц интеллекта на каждом из кинжалов получится. Может, еще с десяток натяну. А может, и два десятка». Последние слова он сказал с явным сомнением. А я чуть не присвистнул от восторга. «Сто двадцать статов к интеллекту. Удвоить раз, удвоить два, и каждый кинжал в конечном итоге даст мне четыреста восемьдесят единиц. Это целых девять бонусов». «Мастер Рырк, а это вы посчитали без учета присадок из кристаллического порошка?» Осторожно поинтересовался я. «Конечно, без учета», — сварливо ответил Гоблин. «С присадками еще больше будет». Вот сколько присадок использовано при создании заготовок для уников, настолько и увеличится показатель модификаторов на самом унике. «Ох, держите меня, Семера, я сейчас взлечу от восторга». «Мастер Грэйн, а если использовано сто процентов присадок?» Решил уточнить я и замер в радостном ожидании ответа. И ответ Гоблина не разочаровал меня. «В два раза и будут сильнее моды». «Это что же получается?» «Это получается, что я с одного кинжала буду иметь восемьсот статов интеллекта. Даже больше?» «Где там эти циклопы?» «А ну давайте их сюда». «Более полутора тысяч единиц интеллекта с двух режиков». «И это для непрофильного модификатора». «Игрэйн еще говорил, что это невыгодное дело». Я чуть не бросился скакать по долине от избытка чувств. «Не зря, совсем не зря я потратил столько времени на это путешествие. Не зря выполнение задания землепоклонников отложил. Теперь оно для меня труда не составит». «Давайте, мастер Грынь, делайте. Мы тут в сторонке подождем, чтобы не мешать вам». «Ишь, ты какой шустрый! Делайте!» Передразнил меня гоблин. «Вот когда принесешь хвост крысиного короля, тогда и сделаю. И кроме того, я же говорил, чародейство — это не алхимия. Тут на раз-два ничего не делается. Тут очень серьезные расчеты нужны. На это много времени уйдет. Завтра приходи, с хвостом. Нет, лучше послезавтра». Я сказал. «Вот досада». Но ничего, эта задержка не сильно омрачила мою радость. Столько времени обходился без кинжалов и посоха, и еще один денек обойдусь. «Как скажете, мастер Грынь, как скажете. Послезавтра, так послезавтра. Можно маячок для телепорта здесь поставить, чтобы быстрее вам крысиный хвостик принести?» «Еще чего не хватало!» Возмутился гоблин. По-настоящему возмутился. Я видел, что это у него ненаигранное. «Выбирайся отсюда! И чтоб до послезавтра я тебя не видел!» Шаман вскочил и яростно ударил в землю посохом, неожиданно появившимся у него в руках. Земля вздрогнула, горы качнулись, с одной из них сорвалась снежная лавина и понеслась вниз по склону. Как внезапно на гоблина нахлынула ярость, так же быстро она и исчезла. Он успокоился, поднял с земли выпавшую трубку и, сунув ее в рот, уселся на свое место. Сказал, «Жрица может остаться и подождать тебя здесь». «Вот это вряд ли! Перебьешься!» Я поднялся с травы, на которую меня бросило небольшое землетрясение, устроенное шаманом, и отряхнул мантию. «Посидишь, как сыч, в одиночестве. Тебе не привыкать. Заодно и отвлекать тебя никто не будет от чародийства». Так подумал я. Елена, как и я, поднявшаяся с земли, похоже, думала так же. Она сделала шаг ко мне, прижалась бедром к моему бедру и сказала шаману. «Спасибо, мастер Грейн. Вы очень любезны, но я останусь с Эвери. Мы вместе». Гоблин вздохнул. То ли разочарован, то ли нет, непонятно. «Спасибо, мастер Грейн», — сказал я. «Вы не будете против, если я открою портал прямо здесь». Несмотря на рассерженного гоблина, я попытался незаметно поставить маячок, но вместо привычной системки о создании точки привязки для телепортации увидел совсем другое сообщение. «Вы не можете поставить маяк для телепортации в этом месте». И всё. Никаких пояснений «как так», «почему так», «из-за чего так». «Наверное, какой-то из шаманских тотемов блокирует возможность телепортации в это место». «Придётся опять добираться сюда через ущелье гнолов». «Ладно, не впервой». Гоблин махнул рукой. «Открывай. Убирайся уже отсюда скорее. Надоел». В мою сторону он не смотрел. Поднял один из кинжалов, вертел его в руке и откровенно любовался им. «Работа мастера», — сказал он сам себе. Я согласно кивнул и активировал портал. Пропустил вперёд Елену. «До свидания, мастер Гринь». «Будьте здоровы, живите богато, мастер Рырк», — сказал я и шагнул вслед за Еленой в окно портала. Что ответил Гоблин, я не услышал. Из портала мы вышли в деревню Огнепоклонников. «Куда мы теперь?» — спросила Елена. «В Вавилон, на аукцион. Эх, хотя нет, на аукцион зайдём завтра. Сейчас уже поздно». «Он же круглосуточный». «Не в этом дело. Ты пойдёшь в свой храм, я провожу тебя. А потом вернусь в свой мир. Завтра утром встретимся у твоего храма. А сейчас рассказывай». «Что рассказывать?» — захлопала глазами Елена. «Какие у тебя навыки?» — рассказывай. «Это неприлично». «Да, неприлично, знаю. Интересоваться навыками не принято. Можно спросить, владеешь ли ты мечами. Это нормально. Или задать вопрос, какой магией пользуешься. Вроде то же самое, вопросы про навыки, но воспринимаются они как обычные и естественные. А вот если прямо спросить про то, какими навыками обладаешь, то можно нарваться на неприятности. Это и среди бессмертных считается маветоном. А уж у неписей только за один подобный вопрос репутация может рухнуть в минуса. Даже если у задавшего его она до этого была на уровне восхищения. «Но тебе, Эвери, я расскажу», — доверчиво произнесла Елена. «Кстати, у меня с Еленой никакой репутации. Вообще никакой. Ничего система об этом не пишет. А это значит, что моя репутация с Еленой стоит на нуле. Чудные дела ваши, боги». Девушка на секунду прикрыла глаза, а потом, словно бросившись в омут с головой, начала перечислять. «Магия порядка, магия света, магия тьмы, магия природы, владение посохами и жезлами». Стоит, зажмурившись. Покраснела вся, как будто её заставили обнажиться полностью перед посторонними. «Помник, мудрец, притяжение маны, ловкач. Последний навык я взяла, когда выбрала специализацию боевого жреца». Понятно. Ловкач, абсолютно бесполезный навык для большинства кастеров, становится очень полезным, да что там полезным, просто необходимым для боевых жрецов. Обычно этот навык удваивает показатель основной характеристики ловкость, которую прокачивают в основном милишники, бойцы ближнего боя. И ещё лучники, воры, охотники. Кастеры эту характеристику не прокачивают, за ненадобностью. Боевые жрецы тоже не тратят свободные статы на ловкость. Они просто берут навык ловкача, который открывает целый ряд умений, перераспределяющих эффекты от других основных характеристик. Интеллекта и мудрости в эффекты, какие при обычных раскладах дают ловкость и силы. В целом, для боевого жреца у Елены неплохой набор навыков. Может, только одна из двух магий, магии природы и магии света, лишняя? Для целительства достаточно и одной из них. А в плане боёвки они, хоть и совсем разные по внешнему эффекту, по результату применения почти одинаковые. Магия света содержит сильные боевые заклинания, а магия природы позволяет призывать сильных боевых питомцев. Какая разница для врага, от чего помирать? А десятый? Что десятый? Опять захлопала глазами Елена. Ты перечислила девять навыков, а всего навыков может быть десять, терпеливо объяснил я. Про десятый свой навык ты ничего не сказала. А-а-а, десятый навык. Легонько ударила себя по лбу Елена. Десятый навык у меня харизма. Так я и думал. Блуждающий навык. Как к примеру удача. Никто ему не учит. Нет таких наставников, которые могли бы обучить этому навыку. Приобрести его можно только случайно. Например, улыбнувшись незнакомому прохожему. Или ласково погладив чужого ребенка по голове. Или просто проявив вежливость к собеседнику. Вариантов может быть миллион. Все не перечислишь. Бесполезный навык. Он, как и навык удачи, открывает только одно умение. Если у удачи это удачливость, то у харизмы это обаяние. Вот и все, что дает этот навык. Так, пустая трата одного из десяти слотов, предназначенных для навыков. Никакой особой пользы от него нет в бою. Откуда он у тебя? Не знаю. Пожала плечами Елена. Он всегда у меня был с самого детства. То есть ты получила его еще до выбора класса и пути? Да. Хм. Вот даже как бывает. Эвери. Елена положила мне руку на плечо. Ты не думай, я не использовала на тебе обаяние. Никогда. Она вдруг резко запнулась. Даже сквозь вуаль я видел, как она покраснела. Она склонила голову, а потом решительно ее подняла и посмотрела мне в глаза. Я пыталась, я хотела. Но у меня ничего не вышло. Мое умение не действует на тебя. Не только на меня. Обаяние не действует на всех бессмертных. Говорю же, бесполезный навык, открывающий бесполезные умения. Помимо бессмертных, оно не действует так же и на неразумных. Мобов не очаруешь. Да и на неписи действует только тогда, когда репутация с ними положительная. Хотя бы на чуть-чуть больше нуля. Но уж если репутация хоть немного выше нуля, тогда открываются такие перспективы, что просто дух захватывает. «Обаяние — это вообще пассивные умения!» — крикнула Елена. «Оно не зависит от меня. Но я все равно пыталась. Пыталась, и у меня ничего не получилось». «Тебе надо было брать навык торговец вместо ловкача», — сказал я. «Торговец открывал несколько умений, из которых основным и действительно стоящим было всего одно — торговля. Остальные умения, вроде риторики или устного счета, были сопутствующими основному умению. Ловкач для боевого жреца необходим, без него никак, но с торговлей и харизмой в одном флаконе надобность в боевых умениях просто отпадает. С такими навыками и просто жрецом можно жить. Или вообще без класса. И хорошо жить». Елена хотела еще что-то сказать, но моя фраза выбила ее из колеи. Она удивленно уставилась на меня. Даже рот приоткрыла от удивления. Это я прекрасно видел по складкам вуали. Несколько минут она молчала, пытаясь переварить услышанное. Я не мешал ей. «Торговец?» — переспросила через несколько минут Елена. И опять захлопала глазами, на этот раз по-настоящему. Она действительно была ошарашена. «Зачем мне навык торговец? Не нужен он мне. Не хочу. Не мое это». Навык торговец хорошо сочетается с навыком харизма. «Не хочу». «А придется». «Что?» «Ты...» «Ты...» «Ты что?» — возмутилась Елена. «Что ты такое говоришь? Что значит придется?» Я достал из рюкзака флакон с маной. Миллион единиц должно хватить на открытие телепорта отсюда, из деревни Огнепоклонников до Верхнего Вавилона. От деревни до побережья океана меньше недели лета на грифоне. Это если лететь только днем, с перерывами на обед и ужин. И на обычном грифоне, а не на золотистом. На золотистом почти в два раза быстрее можно добраться до океана. А там, на быстроходном фрегате, за три дня можно достигнуть кинола. Почтовые клиперы гильдии перевозчиков вообще этот путь проделывают за полутора суток. Неспешные роскошные каравеллы пассажирского класса пересекают Левантийский океан, разделяющий Кенол и Ченрот, за неделю. И даже тяжелые купеческие барки тратят на это ненамного больше времени. Эти два материка, Кенол и Ченрот, единственные в этом мире, располагались так близко друг к другу. Миллионы единиц манны мне должно хватить для открытия телепорта отсюда, с северного Ченрота, до южного побережья Кенола. Это расстояние будет меньше, чем от восточной оконечности Кенола до его западного берега. Я взял в другую руку артефакт колодец манны, сделанный в виде фигурки журавля. «Ух», — сказал я, когда миллион единиц манны пронеслись сквозь меня, перетекая из пузырька в артефакт. Брррр. Через секунду перед нами распахнулось окно портала. «Прошу», — я сделал приглашающий жест. Елена, возмущенно смотревшая на меня, фыркнула и вошла в портал. Я последовал за нею. «Ты не ответил мне». Мы стояли напротив здания гильдии перевозчиков Верхнего Вавилона. Неподалеку отсюда располагалось отделение банка Гимлин, Филин и Орли. Я двинулся в ту сторону. «Что тут непонятного?» Сделав удивленное лицо, спросил я у Елены, пристроившейся рядом со мной. «Как достигнешь сотого уровня, выкинешь из своих навыков магию природы. Она тебе не нужна, и возьмешь навык торговца». «Ты! Как ты смеешь? Это мои навыки!» Я остановился, повернулся к Елене и наставительным тоном произнес. «Елена, если ты возьмешь торговца, то в совокупности с имеющейся у тебя харизмой ты обеспечишь себе спокойное, благополучное, и это еще слабо сказано, будущее. Тебе больше не надо будет шляться по опасным локациям в поисках средств для существования. Ты будешь рябчиков с ананасами есть серебряных блюд и пить венгайский флёр из бокалов горного хрусталя. Всегда, когда захочешь. Что еще нужно для счастья?» «Дурак!» «Дура!» Рассердился я на такую безответственность. Развернулся и пошел к зданию банка. «Раз уж нам все равно придется идти на аукцион, надо забрать из банка деньги. Все, что там есть. Они мне понадобятся, чтобы прикупить ловушек». «Обычные ловушки стоят не так уж и дорого. Хотя, конечно, это зависит от того, с какой колокольни на это дело смотреть. С колокольной торговца, владеющего навыками харизмы, это просто копейки. А вот с позиции рядового труженика ножа и топора, или меча, или магии, это очень серьезный удар по кошельку. А те свитки ловушек, которые хочу приобрести я, так вообще зашкаливают своей ценой за всякие разумные пределы. «Почему?» Я вздохнул. «Вот как ей объяснить? Она же мыслит совсем другими категориями, нежели я. И потому, что она женщина, и потому, что она жительница другого мира, искусственного мира. Хотя, какая теперь разница? Вот, к примеру, эти ловушки. Тратить на них такие деньжища – это просто безумство. Идешь, думаешь о предстоящих расходах, и сердце кровью обливается. А будь у меня харизма с торговцем, разве я печалился бы по этому вопросу? Нет, конечно. Я бы, не глядя, мимоходом выложил бы на аукционе нужную сумму, и не заметил бы никакого удара по карману. А вместо этого я сейчас иду и размышляю – покупать их или, может, не покупать? Я опять тяжело вздохнул. Как бы мне не хотелось избежать этого, а покупать ловушки придется. Завтра свободный день. Пока шаман занимается моими кинжалами, я займусь проблемой Бонни и Клайда. Надоели они мне. Путаются постоянно под ногами. Пора уже прекращать это безобразие. Елена. Торгаж, прокачавший умения торговля до 10 уровня, то есть грандмастер торговли, может покупать у других разумных вещи на 15% дешевле их стоимости, получая по 1,5% скидки за каждый уровень умения. И продавать вещи грандмастера торговли могут не за 50% их стоимости, как все остальные, а на 15% дороже. Ценой вещи считалась та, которая была указана в ее свойствах. От этой цифры и начинала плясать вся торговля между неписями. От этой цифры отталкивались неписи и приторговли с бессмертными. Последним в этом случае деваться было некуда. Зато в торговле между собой эти цифры бессмертным были не указ. Рулил ценообразованием банальный спрос. В этом мире он, как правило, всегда превышал предложения. Иногда на много, на очень много. А в случае достижения грандом торговли с каким-нибудь разумным репутацией уровня восхищения, будь то ремесленник или такой же торговец, как и он, гранд сможет покупать у такого разумного любые вещи по цене в 75% от их стоимости и продавать их ему же за столько же. 75% при продаже и покупке – это предел, кап. «Ну и что?» – спросила Елена. «Я все это и сама знаю». А то, что харизма сдвигает эти пределы, оба, на 1%. Елена задумалась, даже остановилась. Пришлось и мне остановиться, взять ее за локоток и отвезти чуть в сторонку. А то она встала прямо на пути у толпы, довольно плотными потоками, текущей по улицам Вавилона. Здесь, вне толпы, я стал более заметен, и поэтому мне пришлось призвать своего питомца. Как только Гарга появилась и уселась на свое законное место у меня на плече, я отдал ей команду следить за окрестностями. Она и без моей команды делала бы это, но лишняя гарантия не помешает. Теперь, если кто-то, кого Гарга явно определит как врага, или только заподозрит в этом, появится в радиусе 160 метров от меня, я сразу об этом узнаю. «Два процента? Всего два процента разницы между покупкой и продажей?» «В твою пользу разница», — уточнил я. «И ты хочешь, чтобы я ради этих двух процентов отказалась от магии природы? От возможности призвать себе на помощь боевого питомца при необходимости?» «С навыками торговца и харизмы ты сможешь заполучить тысячи питомцев. Ты сможешь нанять армию высокоуровневых телохранителей, полчища, легион, с питомцами или без». «Всего за два процента разницы». Сомнение так и сквозило в голосе Елены. Я закатил глаза. «Послушай, что я тебе расскажу», — через минуту сказал я. «Есть такой клан у бессмертных, называется Ершалаим. Не знаю как, но они узнали про это сочетание, харизма и торговца. Хотя особого ума, чтобы предположить такой замечательный эффект от этого сочетания, не нужно. Достаточно только начать размышлять в нужном направлении. Они вот начали, а другие нет. Поразмышляли, поразмышляли они над этим и каким-то образом добились того, что в их клане оказалось сразу несколько бессмертных, обладающих обоими этими навыками. Поначалу они, на мой взгляд, просто протупили на радостях, догнали репутацию с огнепоклонниками до восхищения и начали скупать у них в магазине все подряд. И сразу же продавать им купленные, тут же, не отходя от прилавка. Через какое-то время репутация ухнула вниз, сразу на две позиции. Но это не страшно. Они за две недели упорного выполнения квестов подняли ее опять до уровня восхищения. И опять обчистили магазин огнепоклонников. Второй раз наступили на те же грабли. Кто-то говорит, что это была глупость. Сами ершалаимцы говорят, что это был маркетинг. Кто? Исследование, изучение рынка, опробирование открывшихся возможностей. После этого маркетинга они стали действовать хитрее. Покупать у одних и продавать другим. Но все равно, в конце концов, репутация падала и в этом случае. Сильно падала. И восстановить ее было уже не так просто, как раньше. Система отреагировала на это. Как? Боги. Воля богов. В общем, в конце концов, эти упорные ребята нашли вариант, на который боги закрыли глаза. Он не такой быстрый, как просто покупать вещи и тут же их продавать. Но не менее, а может быть и более выгодный. Они покупали ингредиенты за 74% от их стоимости. Создавали из них конечный продукт и продавали его скупчикам из неписи. Ой, прости, скупчикам из коренных жителей этого мира по 76% от его цены. Можно было и за полную стоимость продавать готовую продукцию бессмертным или любому желающему через аукцион. Частично они так и делали. Но в целом это потеря времени. Снижение скорости оборота. Фух. Я облегченно вздохнул, когда закончил читать моей подруге лекцию по банальной политэкономии. И тут же продолжил. 2%. Ты говоришь всего 2%. На эти 2% клан Ершалаим, в котором изначально не было никаких мажоров, стал одним из богатейших кланов битвы богов. И уверенно держится во втором десятке рейтинга кланов. И это при том, что торговцев и социалов в этом клане больше, чем воинов. Хотя воины там неплохие, не хуже, чем в других боевых кланах. Поняла? И сделали это всего несколько бессмертных, обладающих обоими этими навыками. Торговцем и харизмой. Таких в Ершалаиме не больше десятка. Не так-то просто получить харизму. Понятно? Всего лишь 10 бессмертных вытянули целый клан на ведущие позиции в мире. А ты говоришь 2%. Да уж. Задумчиво пробормотала Елена. Судя по затуманившимся глазам, она сейчас напряженно обдумывала перспективы. Так что готовься. После сотого уровня будешь не только навыки менять, еще и от профессии откажешься. Ни к чему тебе добывающие профы. Ни травник, ни любая другая. Тебе нужны перерабатывающие профы. Алхимик, к примеру. Будешь по дешевке скупать те же травы и делать из них эликсиры. Еще и интеллект повысишь на 75 единиц, когда грандом станешь. Сплошная выгода, с какой стороны не посмотри. Если это так выгодно, то почему все не берут себе харизму? Если бы это было так просто, то брали бы. Во-первых, это раньше любому мог достаться этот навык. А последнее время он достается только тем, кто соответствует ему. Воля богов, система в мать ее. А во-вторых, это блуждающий навык. А долго ходить с пустой ячейкой для навыка, в надежде, что получишь именно харизму, не получится. В любой момент можно подхватить какого-нибудь другого блудника. Ерунду какую-нибудь. Нюхача, к примеру. Нюх будет, как у собаки. Замечательный навык. Или камнееда. Можно гранит есть. Повезет, если что-нибудь дельное получишь. Картографа или лешего, к примеру. Или морехода. От этих навыков хоть какая-то польза есть. Глаза Елены, поначалу затуманенные, прояснялись с каждым мигом. Пелена печали, едва заметная, но все же присутствовавшая в ее глазах последнее время, исчезала. Они наполнялись блеском, жизнеутверждающим сиянием. «Я знала, Эвери, что ты не посоветуешь мне плохо». Елена взяла меня под руку, прижалась ко мне, и мы неторопливым шагом двинулись к отделению банка Гимлин, Филин и Орли. Лич из фракции смерти и жрица порядка прогуливаются по улицам Вавилона. Что тут странного? Для местного столпотворения из разных рас, классов и фракций это нормально. «Эвери, а зачем тебе кинжалы на силу? С интеллектом все понятно, а на силу зачем?» «Грузоподъемность», — лаконично ответил я. Елена некоторое время молчала, обдумывая мой ответ, а потом рассудительно произнесла. «С грузоподъемностью понятно. С этим у тебя действительно большая проблема, и предметы, увеличивающие силу, могут помочь тебе решить ее. Но тогда возникает другой вопрос. Зачем тебе кинжалы на интеллект? Ты же не сможешь носить одновременно все четыре кинжала?» «А я и не собираюсь одновременно носить четыре кинжала. Все предельно просто и до банальности элементарно. Сражаться я буду с кинжалами на разум, а собирать дробь и переносить его силовыми кинжалами». «О-о-о-о», — разочарованно протянула Елена. «Как-то это муторно получается. Все время держать лишнюю пару ножей в рюкзаке, снимать одни, надевать другие». «А мне деваться некуда», — вздохнул я. Без приличной грузоподъемности весь мой билд теряет смысл. Сбалансированный отряд включает в себя дамагера, танка и целителя. Я и гарга закрываем две из этих трех составляющих. Я дамагер, гарга — танк. А целитель нам и не нужен. С моим дамагом я всех противников равного уровня буду убивать раньше, чем они смогут причинить гарги более-менее существенный урон. И в этой прекрасно сбалансированной махине есть одна здоровенная дыра, которая сводит на нет все ее преимущества. Моя маленькая грузоподъемность. Практически никакая. Просто ничтожная. Елена фыркнула. Мне бы твои проблемы. Танк и дамагер — это более чем достаточно. А ты еще и грузоподъемность хочешь, как у портового грузчика. Не слишком ли много всего получится? Ты не понимаешь. Я изначально задумывал свой билд таким, чтобы в одиночку фармить подземелья и открытые локации. И забирать весь дроп себе, ни с кем не делясь. А что толку от этого дропа, если я не могу его забрать из-за банальной нехватки места в рюкзаке? То есть в твоем плане развития изначально был дефект, констатировала девушка. Нет, рассерженно ответил я. Столько времени потратил на планирование пути развития своего персонажа, а тут на него наклеивают ярлык дефектного. Проблему грузоподъемности я собирался решить с помощью питомца, белого медведя. Этот пет может и танком быть. У него, как и у Гарги, есть умение защитить. И атакером может быть, если его раскачивать на эту функцию. А помимо всего этого, он еще и вещи хозяина может переносить в своем внепространственном рюкзаке. Так что у меня получался очень сбалансированный билд. Со всех сторон сбалансированный, без всяких дефектов. Просто из-за появления уникального питомца произошел некий перекос. Так поменяй Гаргу на белого медведя. Еще чего? Возмутился я. Гаргу я ни на кого не поменяю. Даже будь у нее всего одно умение, позволяющее видеть цель на расстоянии в два раза большем, чем могут видеть все остальные, будь то разумный или мобы, я бы от нее ни за что не отказался. А с перекосом тогда что делать? Надо его как-то выправлять. Вот с помощью силовых кинжалов я и собираюсь его выправить. Надеюсь, мастера рырк не подведет. На мастерство чародея я возлагал самые серьезные надежды. Если ему не удастся наложить на кинжалы мод, прилично увеличивающий силу, то мне придется всерьез задуматься над дальнейшей стратегией своего развития. Не хотелось бы, но придется часть статов бросать в силу. Иначе просто нет смысла. Добиться своей основной цели, промышленного фарма подземелья и превращения выпадающего из монстров дропа в стабильный и полновесный ручеек золота я не смогу. Это сейчас меня отвлекают от этого различные квесты и другие, постоянно возникающие из ничего проблемы. Но рано или поздно я с ними разделаюсь и всерьез займусь заработком на зачистке данжей. А если бы мы не нашли шамана или если бы он отказался наложить модификаторы на кинжалы, что было бы тогда? А что было бы? Не понял я вопроса девушки. Но ты потратил на кинжалы такие деньги. Два миллиона на каждый. А чародей не стал бы накладывать на них нужный тебе модификатор. Что тогда? Ничего страшного. Этот Гриня не единственный чародей в мире. Отдал бы ножи Барби. Она мне на них восемь модов поставила бы. Но тогда ты проблему грузоподъемности не решил. На силу может быть максимум всего два мода. И один из них совсем слабый. Мастер Гринь так сказал. И получилось бы, что ты в пустую потратил восемь миллионов золотых. Не в пустую. Не согласился я. Парочку кинжалов оставил бы себе. А другие два на аукцион забросил бы. Я же говорил тебе, что такие уники ценятся больше легендарок. Их с руками оторвали бы. Я бы еще и наварился на этом. Почему всего два, а не все четыре? Ты же ножами все равно не пользуешься. Зачем они тебе? Я поначалу так и думал сделать. Продай все четыре кинжала, если не получится на них поставить один крутой мод. Пока не увидел кадавра. Теперь два кинжала я в любом случае оставлю себе. Как оказалось, полагаться только на магию можно не всегда. Ну и кроме того, если есть слоты для каких-то вещей, то эти слоты должны быть заполнены. Лишние усиления никогда не бывают лишними. Это не честно, через несколько шагов сказала Елена. Что не честно? Удивился я и ее неожиданные реплики. То, что личи могут одновременно и посох, и ножи надеть. Личи имеют преимущество перед другими классами. И это я слышу от представительницы класса жрецов. Перед какими это классами личи имеют преимущество? Сарказм спросил я. Милишники почти все могут взять навык владения ножами и кинжалами. Да и кастера тоже многие. Те же жрецы или чернокнижники. Другое дело, что они его почему-то не берут. Ты вот почему не взяла этот навык? Места для него нет, ответила Елена. А если бы и было, я бы лучше приобрела какой-нибудь другой навык. Владение ножами и кинжалами я взяла бы в самую последнюю очередь. Вот именно. Я поднял указательный палец вверх. Другие навыки куда более полезные, чем ножи и кинжалы. А ты говоришь преимущество. Из всех классов этот навык недоступен только магам, шаманам и друидам. А из милишников – монахам. Но ты уж поверь, ущербными они себя из-за этого не считают. И уж кто бы плакался, но только не маги. С их возможностью изучения любой магии. Подчеркиваю, любой. Елена, задумавшись, притихла, и до самого отделения банка Гимлин, Филин и Орли мы прошли молча. Также она молчала всю дорогу от банка до ее храма. Наверное, размышляла над тем, каким мог бы быть ее билд. И что в нем можно изменить после достижения сотого уровня. Ну, пусть размышляет. Я-то знал, какой навык она возьмет после взятия сотого. Торговец. И никакой другой. Думаю, она и сама придет к этому выводу. Просто ей нужно время, чтобы все как следует взвесить. Раньше над этим она серьезно не размышляла. А теперь поневоле придется задуматься как следует.